Какой нужен грунт для бегоний, выбор и подготовка? Бегония Бегония – благородное декоративное растение. Выращивают в цветниках и домашних условиях. Уход за цветами простой, а единственный каприз – растение – почва. Поэтому грунт для бегонии выбирают тщательно. Какую почву предпочитает бегония? Корни растения тонкие, нежные, растут в шить. Располагаются сразу под поверхностью земли. Их ранят, когда они осторожно пропалывают или пересаживают цветок. Цветущие бегонии – землю для комнатной бегонии выбирают легкую, рыхлую, слабокислую РН-5,5-6,5. Уязвимая корневая система загнивает от лишней влаги. Поэтому почву выбирают богато питательными веществами, которые легко пропускают влагу и воздух. Важно! Неправильно подобранный грунт влияет на декоративные качества бегонии. Основа почвенной смеси – листовая и дерновая земля, торф, низовой и верховой песок. Рыхлость субстрату придают перлит, вермикулит, речной песок. Для проницаемости воды и воздуха используют кокосовое волокно, мохсфагнум. Регулируют кислотность перегнуем, торфом, известью. Для конкретных целей состав почв меняют, проращивают клубни, мохсфагнум, листовая земля, перлит, в рапорции 2, 2, 1. Укрепляют черенки. Речной песок торф 1 к 1 выращивают королевскую бегонию, дерновая и листовая земля, торф, перегной. Соотношение 1, 2, 2, 2. Для молодых побегов 1 к 1 смешивают землю и торф. Для зрелых культур субстрат составляет из почвы торфа и песка. Для вечно цветущей бегонии в соотношении 2, 1, 1, 1 смешивают листовую землю, торф, песок и перегной. Какие грунты существуют? Покупная земля для бегонии облегчает задачу цветовода, не приходится самостоятельно подбирать составы. Выбирают продукцию следующих фирм «Сад Чудес». В составе торф, речной песок, агроперлит. Питательные добавки, биогумус, минеральные удобрения. Реализуются упаковками по 2,5 литра. Это та почва, какую любит бегония. Мир грунтов. Субстрат содержит торф, верховой и низовой, мел, доломитовую муку, песок, вермикулит. Также комплексное удобрение – сапропель. В нем добавки органического происхождения, древесные опилки, речной песок. Вермион. Основа торф, гравий, биогумус. Пакеты содержат 2 литра земли. Земля-матушка черноземная. Предлагает универсальный состав для ягод, огородных, культур и комнатных цветов. Важно! Из чистого торфа вода быстро испаряется. Поэтому готовые субстраты часто поливают. Подготовка грунта. Подготовка составляющих грунта для бегонии. Цветоводы энтузиасты, выбирая, в какую землю сажать бегонию, отдадут предпочтение составам собственного приготовления. Так они получают уверенность в качестве компонентов, экономят деньги. Риски. Лесная земля содержит червей инфекции, источники болезней цветка, в накопанной много сорняков и их семян. Готовят компоненты для посадки бегонии так. Листовую землю находят в лесу ли под Вазеревом. Это не должны быть дупы лива, потому что их листва содержат дубильные вещества, а они губят бегонии. Выбирают солнечный участок под деревом, снимают верхний слой с перепроревшими прошлогодними листьями. Обнажившийся пласт набирают в емкости. Дерновую землю берут в лугах, которые вдали от автомобильных дорог и промышленных объектов. Это кротовая земля. В идеале, собирают прямо с кротовых кучек. Или выбирают светлое место, удаляют верхний слой земли на 10-15 сантиметров, набирают почву. Подбирают компост или перегной. Либо заменяют их огородной землей. Не упускают из виду, что перегной не только обогащает грунт питательными веществами, но и повышает кислотность почвы. Собранные компоненты смешивают. Важно! Смешанную землю просеивают, чтобы избавиться от корней, камешков, жуков, червей. Основные ошибки при подготовке земли бегонии не вращают просчетов, которые допускают цветоводы, когда готовят почву под высадку. Землю собирают не в том месте, в промышленной зоне и под дубом, не соблюдают пропорцию, не дезинфицируют почву. Бегония разных сортов. Дезинфекция земли. Собранная почва для бегоний содержит болезнетворные бактерии, микроорганизмы. Они отравляют субстрат продуктами своей жизнедеятельности. Жучки и черви подтачивают слабые корни растения. Поэтому смесь перед временением стерилизуют и несколькими способами прокаливают в духовке. На противень высыпают землю слоем 5 сантиметров, ставят в предварительно разогретый духовой шкаф. Замораживают в морозилке. Землю заворачивают в ткань, кладут в морозильную камеру, держат 4-5 дней. Затем неделю держат в тепле. В это время яйца глистов пробуждаются. Землю снова замораживают. Вредители погибают на 100%. Прогревают в микроволновке. Проливают кипятком. Устраивают водяную баню. На огонь ставят емкость с водой, над ней помещают решетку. Высыпают подготовленный материал, держат над паром 1,5 часа. Простерилизованный грунт остыжают, он готов к применению. На дно горшка насыпают дренаж слоем в 3 сантиметра. Это керамзит, не крупная речная галька. Мера предотвращает застаивание воды в емкости, дает корням возможность дышать. Важно, покупную землю также дезинфицируют, чтобы обезвредить перед посадкой. Посадка бегоний. Когда пересаживают бегонию, учитывают не только какой грунт нужен для домашней бегонии, но и тип корневой системы. Клубневая. На нижнем участке корни разрастаются шаровидные или плоскоокруглые клубни. Корневищная. Культура образует мясистые горизонтальные корни. Они покрыты мелкими корешками. Разветвленная система. Посадка клубней в горшок. Подбирают горшок. Учитывают, что корневая система располагается под поверхностью почвы. Берут емкость, у которой ширина больше высоты. Приобретают клубень в цветочном магазине. Обращают внимание на внешний вид. Размер не меньше 3 сантиметров. В восточной долготеаметрии плотный. Пересушенный посадочный материал с повреждениями не берут. Определяют верх и низ клубня. На верхней части видны почки. Это точки роста цветка. Клубень напоминает чашечку, верх вогнутый, низ выпуклый. Крупные клубни разделяют ножом, следят, чтобы на каждой части было по 3-4 почки. Очищают от засохших элементов, обрабатывают фунгицидом или слабой марганцовкой. Цветочный горшок заполняют дренажем. Насыпают субстрат в углубление, помещают клубень почками вверх. Грунтом засыпают так, чтобы почки оставались открытыми. Поливают, прикрывают пакетом. Когда прорастут, нужно открыть ростки для воздушного закаливания. Когда они достигнут 3-4 сантиметра, землю в вазон подсыпают. Процедуру проводят в феврале-марте. Пересаживают бегонии ежегодно. Размер емкости увеличивают. Посадка бегонии и посадка в открытый грунт. В открытый грунт культуру следует высаживать в мае-июне. Земля в цветнике должна хорошо прогреться, подходить к культуре и по составу. Клубни проращивают. Рассаду располагают в 30-40 сантиметров друг от друга. Место под посадку выбирают затененное. Это касается и балконных цветов и садовых. На солнце под прямыми лучами мясистые листья растения получают ожоги. В компанию к бегониям подсаживают хвойники. На балконах бегонию, особенно каскадные сорта, берегут от солнца ветра. Сочные ветви хрупкие и не выдерживают порывов ветра. Что делать со старой землей? За год, пока бегония растет в горшке до пересадки в новую емкость, почва в нем истощается. Когда растения пересаживают, почву отряхивают, чтобы проверить состояние корней. Старую землю собирают для рыхлости, добавляют в новую. Она даст возможность воздуху легче проникать корням. Отработанный субстрат высыпают в компостную яму, либо на огородные грядки. Бегония – красивое комнатное садовое растение. Насчитывает тысячи гибридных сортов. Выращивать, размножать, ухаживать нетрудно. Единственное условие – правильный грунт. Покупают в магазинах, либо готовят самостоятельно. Основные компоненты – листовая и дерновая земля, торф, песок. Видео.